Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами на библейском портале exeget.ru. И сейчас мы с вами разберем мессианские пророчества, которые находятся в 44-м псалме. Перед тем, как мы начнем говорить о этих пророчествах, несколько слов о самой форме псалма. Толкователи и следующий псалтирь выделяют среди псалмов определенный вид. И этот вид псалмов они называют царские псалмы. В этих псалмах идет речь о царе. Наверное, самый известный из этих псалмов – это 2-й псалом 109-й и вот как раз 44-й. В ней речь идет о царе. Причем, скорее всего, речь идет не просто вообще о царе, а о царе в определенном моменте. Это либо его коронация, либо это его брак. Можно было бы сказать, что эти псалмы являются просто придворными такими песнопениями, восхвалениями, одами. Но если их прочитать, то возникает такое недоумение. А почему так о царе говорится? Во втором псалме говорится, что царства его не будет пределов, потому что все народы ему будут служить. Ну и если мы посмотрим, даже в этом псалме есть такие слова «народы падут пред тобою, сделаю имя твое памятным в рот и рот». Почему так? Можно, конечно, было бы свисать, что это такое восточное красноречие, вот это восхваление, огромное количество эпитетов. Но если бы это было просто восхваление, если бы это было просто какое-то там восточное красноречие, то это бы так и в древности осталось. Осталось вот этим восточным красноречием. Но почему-то эти тексты находятся в Священном Писании. А если они находятся в Священном Писании, это говорит нам о том, что они богодухновенные. Из древности, еще даже до Рождества Христова, псалмы, в которых говорится о царе, стали пониматься не только буквально, как указание на коронацию, но еще стали пониматься и мессианские, как указание на пришествие Христа. И читая этот псалом, мы можем его прочитать буквально, и тогда здесь речь идет о действительно царе и, скорее всего, его свадьбе. Но если мы этот текст будем читать как мессианский, мессианский, то мы много чего прочтем и поймем что-то еще больше об Иисусе Христе. В третьем стихе есть такая фраза «Ты прекрасней сынов человеческих». И тут, кто начитан в Ветхом Завете, как бы задаст вопрос, а разве Христос прекрасней все сынов человеческих? Потому что в 53 главе книги пророка Исаии сказано, что он там червь, а не человек, о том, что у него не было никакого вида, который бы привлекал людей. И тут вдруг написано, что он прекрасней сынов человеческих. Давайте мы разделим 53 главу Исаии и 44 Псалом. Христос ведь был не только унижен. И вот когда он был унижен, действительно, как червь, а не человек, или там не было вида, которое привлекало бы людей, действительно, окровавленное тело, избитое, мучимое на кресте, это не то, на что приятно смотреть. Но Христос умер и воскрес. И когда он воскрес, он показал свою славу, свое величие. И вот когда речь идет о том, что Мессия прекрасней всех сынов человеческих, в данном случае, это не то, что он самый красивый. Он тот, кто привлекает. Чем привлекает? Своим подвигом. И как приятно смотреть на красивого человека, так приятно смотреть на Христа. И он действительно прекрасней всех сынов человеческих. Следующий отрывок, который бы я хотел разобрать, находится в 7-й и 8-й стих. Престол твой Божий вовек. Жиз правоты жил в царстве твоего. Ты возлюбил правду и озненил беззаконие. Посему помазал тебе Божий, Бог твой. Елеем радости, боли соучастников твих. Ну и дальше идет описание красоты царской одежды, в которых находится царь, и он находится в чертогах. Для нас это понятно. Когда Христос воскрес, потом он вознесся на небеса и оказался на небесах, как в царском дворце. Но вот фраза «Престол твой Божий вовек» она достаточно любопытна. Почему? Потому что она цитируется в послании к евреям, как я уже говорил. Это в самом начале. И автор послания, используя этот отрывок, доказывает том, что Христос выше ангелов. Почему? Почему такие доказательства? Почему нужно доказать, что Христос выше ангелов? Адресаты послания начали сомневаться, а правильный ли они выбор сделали, что они стали христианами. В иудейском предании было такое мнение, что когда на Синае Бог даровал закон, он как бы даровал его либо непрямо, либо в окружении ангелов. И поэтому было такое выражение, что закон был дан рукою ангелов. Закон велик. Но автор послания говорит, что новый закон, новый завет заключен не руками ангелов, а руками сына. И поэтому он больше, чем тот закон и тот завет, который был на Синае. И вот здесь как раз он цитирует вот этот текст, говоря, что никому из ангелов ничего подобного не говорилось. Это говорилось только Мессии, Иисусу. Но вот в этом тексте есть определенная грамматическая сложность, которая не позволяет этот текст прочесть однозначно. И поэтому существуют разные варианты, объясняющие, как читать или как переводить этот текст. Значит, один вариант предполагает следующее. Вот тот вариант, который есть у нас. И практически все христиане, все христианские переводчики следуют именно этому объяснению. Автор, автор псалма обращается к царю. Но мы знаем, что под царем понимается Мессия. И автор говорит, Боже, то есть обращаясь к Мессии, Боже, твой престол вовек. Боже, твой престол вовек. То есть автор псалма говорит о том, что Мессия – это Бог. Вот такое прочтение. И, скорее всего, апостол Павел следует именно этому чтению в послании к евреям. И как раз так и прочитывает, что Мессия – это Бог, а раз он Бог, то он выше ангелов. Но есть другое прочтение. Там нет обращения. И смысл фразы такой – твой престол Бог вовек. То есть это следует понимать так, что для царя Бог является защитой, опорой, основанием. Вот такое прочтение. Значит, поэтому можно два прочтения. Второе прочтение тоже популярно. Особенно его любят свидетели Иеговы, которые отрицают божество Иисуса Христа. Ну вот, можно прочитать этот текст двумя разными способами. Какой бы мы способ ни выбрали, все равно это будет чтение мессианское. Далее говорится о том, что за то, что Мессия любит правду и ненавидит беззаконие, он помазан. Если буквально понимать этот текст, то речь идет о помазании на царство. Если же понимать мессианские, то это помазание Святым Духом. Причем помазание, которое было на Иисусе Христе, больше, чем помазание на всех остальных пророках и праведниках Ветхого Завета. Потому что все праведники, пророки, священники, цари имели дары Святого Духа, но они не имели полноту даров Святого Духа. Эту полноту имел только Господь наш Иисус Христос. Следующий отрывок в этом же псалме говорит о дочери царей между почетными тебя, стала царица деснуть тебя в аферском золоте. Кто эта дочь? Кто эта царица? Кто эта дочь? Кто эта царица? Значит, есть несколько вариантов толкования. Чаще всего говорят, два толкования предлагают. Первое толкование, что здесь речь идет о Деве Марии, о Пресвятой Богородице. Второе толкование, что здесь речь идет о церкви. Церковь представлена как невеста, либо как даже жена царя. Вот давайте остановимся на этом образе, вот церковь как невеста. В Ветхом Завете достаточно часто употребляется такой образ, что завет, заключение завета, это вступление в брак. Бог, муж, вступает в брак с женою, с Израилем. И теперь они муж и жена. Эта идея так достаточно часто повторяется. Эта идея потом повлияла на прочтение книги «Песнь песней». В общем, достаточно интересная идея. Вот эта же идея перешла и в Новый Завет. В книге пророка Иеремии есть такая фраза, что Бог заключит Новый Завет. Значит, Новый Завет – это новый брак. И вот этот образ брака, брачного пира, свадьбы, достаточно часто звучит в Евангелиях. Обратите внимание, царь уготовил, приготовил брачный пир. Это про человека в небрачной одежде. Дальше. Девы разумные, девы неразумные. Что это за девы? Это девы, которые ждут жениха. Или даже, например, там не звучит про пир, но все-таки имеется в виду все-таки пир, когда Христос говорит, что придут со всех краев земли и лягут вместе с Авраамом, Исааком и Аковом. Ложились во время еды, то есть во время пира. То есть здесь тоже намек на пир. Вот идея про брачный пир, она особо в дальнейших книгах Нового Завета не встречается. Зато в послании к Ефесиным апостол Павел говорит о том, что церковь подобна невесте, которая ждет своего жениха. И поэтому вот это прочтение, что здесь речь идет о невесте церкви, вполне приемлемо. 11 стих. «Слышь, черь, и смотри, и преклони ухо твой, и забудь народ твой, и дом отца твоего». Тоже такая интересная мысль. Понятно, что если прочитывать это буквально, то это действительно свадьба. И как бы обращается к царице, говорят, ну вот все, ты теперь входишь в дом царя, забывай свой народ. Теперь вот твой народ, вот этот народ, ты царица теперь. Однако, если мы будем читать это мессиански, то здесь получится очень интересно, что церковь, новозаветная церковь, в основном возникла из евреев и, самое главное, язычников. Язычники стали христианами, и они же ведь перестали быть язычниками. А тогда, в древности, как оценивалась национальность человека по его вероисповеданию? То есть, когда человек исповедовал язычество той или иной формы, вот он был там, исповедуешь греческое язычество, значит, ты грек, исповедуешь римское язычество, значит, ты римлянин. Что делали христиане? Христиане отвергали языческих богов и избирали Христа. То есть, получается, что они отказывались от своей национальности и получали другую национальность – христиане. И вот здесь как бы об этом речь идет. Послушай, послушай, черь, забывай свой народ, забывай свое язычество и иди к царю. И дальше говорится о том, что царь вожживает красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. Тоже очень важный момент, что Христос пришел для того, чтобы умереть. Умереть ради кого? В том числе ради церкви. Вот. Мы с вами прочитали мессианские отрывки из 44-го псалма. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами были на библейском портале exeged.ru. Спасибо за внимание. Всего доброго. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.